Они стреляют и чеканят страевой шаг не хуже профессиональных военных. В Пятигорске в эти дни собрались юно-армейцы со всего региона. Они борются за победу в краевом этапе патриотической игры «Зарница» в программе конкурса, бег, плавание, оказание первой помощи, пожарная эстафета, а также знание отечественной истории. Наш репортаж о том, что же сейчас умеют будущие защитники Родины. 43 года подряд на Ставрополе юноши и девушки демонстрируют на играх физическую и строевую подготовку, состязаются в многоборье и умении быстро и качественно оказать первую медицинскую помощь. Участие в «Зарнице» — это почётное право и достаётся только самым лучшим. Вот и в этот раз в Пятигорске у огня вечной славы собрались на торжественном построении финалистов самые ловкие, сильные и умелые. Причём не только в крае. Ведь в окружной столице движение юно-армейцев и постовцев — одни из самых лучших в России. «Город Пятигорск — это было как раз то место, где был создан один из первых постов ещё в Советском Союзе. Так вот сейчас, в это время, в современность нашу, третий год подряд лучшие постовцы Ставропольского края получают право стоять у огня вечной славы в Александровском саду. Мы единственный регион Российской Федерации, который благодаря своим традициям, благодаря своему трепетному отношению к нашему прошлому патриотическому, имеем вот такую возможность». Участвуют в «Зарнице» все территории края — 37 команд. Они готовы бороться за победу и с азартом участвовать в конкурсах. Но это позже. Пока торжественный момент. Победители прошлого года команда Ставрополя выносят знамя игры. Традиция проводить военно-спортивную игру в крае не прерывалась ни на один год. С гордостью говорят организаторы. Популярность «Зарницы» объясняют просто. Она — первый шаг к мечте ребят о военной службе. «Именно «Зарница» дала нам тот порыв, тот толчок, что возникло желание стать офицером, и оно сбылось. Наш край воистину стал кузницей офицерских кадров для российской армии. Вот только представьте, небольшой субъект и около тысячи ребят каждый год поступают в военное училище и через 4-5 лет выпускаются, становятся офицерами». На открытии финальных игр наградили офицеров, военных комиссаров и тех, кто занимается воспитательной работой. Наш край лучший в стране по военной подготовке и во многом благодаря «Зарнице».